Свою работу в эфире продолжают новости дня в студии Кристина Жребор. Здравствуйте! Мы расскажем о главных событиях этой среды в ближайшие 20 минут. Под шум скандалов бывшая баня на Великой снесена уже на две трети. А в сети тем временем один из рабочих поднял волну народного гнева, сообщив о якобы существующих нарушениях Трудового кодекса. Его слова опровергают коллеги на объекте. 200-летию со дня рождения классика. В Старой Руси стартовал год Достоевского. До ноября поклонников его творчества ждет вереница событий. Битва красоты и грации. Великий Новгород принимает в чемпионат Северо-Запада по художественной гимнастике. На кону путевка на всероссийский турнир. В Новгородской области за сутки выявлено еще 120 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Это минимум с 10 ноября прошлого года. Тем временем в регионе набирает темпы прививочная кампания от COVID-19. Теперь получить вакцину могут и пожилые жители. Писатель-историк Виктор Смирнов стал одним из первых, кто проходит вакцинацию в категории 60+. Признается, что принял такое решение, чтобы поскорее вернуться к нормальной жизни, по которой все уже соскучились. Ведь соблюдение режима самоизоляции вынуждает во многом себя ограничивать. 23 февраля у нас будет премьера фильма «Палачи и праведники», над которым наша съемочная группа во главе с Аллой Иосифовой работала целый год. Это все будет происходить в киноцентре. Но вот я вот сейчас перед трудным выбором. С одной стороны, очень хочется поприсутствовать на премьере, с другой стороны, вот этот режим самоизоляции. И таких примеров очень много, когда приходится отказываться от важных, нужных каких-то проектов. Практически вся семья Виктора Григорьевича уже привелась, а сам он получил сегодня первый компонент препарата «Спутник Ви». Чувствует себя хорошо. Говорит, что никаких сомнений не испытывал, но все же каждый должен принимать решение о вакцинации самостоятельно. Напомним, накануне в Новгородскую область поступила очередная партия препарата. Она стала самой крупной с начала прививочной кампании. 10 тысяч доз «Спутника Ви» будут в ближайшее время распределены по медицинским учреждениям, в том числе в районах области. Бывшая баня на улице Великая ушла в историю уже на две трети. Весь город пристально наблюдает за демонтажом объекта. И, казалось бы, теперь процесс идет. Сроки хоть и сдвинуты, но четко обозначены. Финиш на горизонте. Но неожиданно история сделала новый поворот. В одной из групп социальной сети ВКонтакте поднялся шум после поста от наемного строителя, работающего на Великой. В красках он описывает, как руководство фирмы нарушает трудовой кодекс. Якобы работодатель заставляет трудиться в мороз. При этом не обеспечив своих сотрудников соответствующей одеждой. И не дает свободного времени, даже обеденного. Наша съемочная группа сегодня задала вопросы и официальному представителю подрядчика, и простым рабочим вскрылись интересные подробности. Наемный сотрудник и по совместительству автор публикации явился на рабочее место под градусом. А задачный начальник участка, как и полагается в подобных случаях, составил акт предупреждения и отправил нетрезвого работника домой. Его никто не увольнял, ему сказали, иди домой, это спись, выходи на работу. То есть элементарно все. А что его дальше по волокону, не знаю. Пост в сети – это не единственный всплеск, отстраненного от работы сотрудника. Были угрозы, звонки руководству и дебош. Однако такое поведение, как утверждает директор фирмы, неоправданно и является лишь следствием обиды и влиянием каких-то веществ. Так как вы на объекте можете видеть людей, люди обеспечены все спецодежды, есть готовка, все там оборудовано, есть отопление, то есть там тепло. Люди, никого там, как говорится, в рабском труде не держат. По словам рабочих, а их сейчас на объекте всего двое, трудовой день у них длится с 8 утра до 6 часов вечера. Естественно, с прерывом на обед. К слову, при таком раскладе в сроки они укладываются, успевают закончить даже немного раньше. К концу четверга должны управиться с высотной частью, и тогда можно будет открыть движение по улице Великая. Остальные работы по демонтажу и уборке строительного мусора продлятся до марта. Это было изначально прописано в договоре. Однако эти работы опасности для людей в черте этого участка не представляют. Великая в ближайшее время может стать не единственной закрытой для машин магистралью в областном центре. С сегодняшнего дня подрядчик, который будет реконструировать Ильину улицу в Великом Новгороде, может закрыть движение по ней на время работ. Судя по количеству припаркованных машин, сегодня подрядчику, который займется реконструкцией Ильиной улицы, перекрыть проезжую часть, чтобы начать работу не получилось. Но время еще есть. Срок сдачи обновленной улицы 25 ноября. За 9 месяцев подрядчик фирма СМУ-57 должен поменять сети бытовой канализации и водопровода, озеленить и благоустроить территорию. Кроме того, проект реконструкции подразумевает замену системы уличного освещения, асфальта и тротуарной плитки. И главное, Ильиной уготовано будущее новгородского Арбата. Она станет пешеходной. Всего на реконструкцию улицы будет потрачено более 140 миллионов рублей. Причем в ходе аукциона было сэкономлено 2 миллиона. Создание нового звена, связующего бизнес и органы власти разных уровней, обсудили на площадке регионального отделения партии «Единая Россия». В основу проекта должен лечь уже накопленный успешный опыт работы инвестиционного совета. Региональный партийный проект «Деловые советы Единой России» уникальный и первый в стране. Предпосылки к его созданию возникли еще летом, когда пандемия коронавируса ударила по новгородскому бизнесу. Тогда по поручению Андрея Никитина представители регионального отделения партии посетили 11 районов Новгородской области, чтобы встретиться с предпринимателями и оперативно решить проблемы, которые у них возникли. Как пример, Андрей Сергеевич, Парфенский муниципальный район. Крестьянско-фермерские хозяйства задавали вопросы о поддержке субсидий на покупку сельхозтехники, на ремонт домовых территорий, то, что сегодня актуально, как и в Великом Новгороде, и в Парфене. В Пестовском районе коллеги задавали вопросы о ремонте дополнительного участка дороги, который вы тоже знаете, это кусочек сельской стороны. Сейчас, по мнению губернатора, пришло время системного подхода к вопросу взаимодействия власти с представителями бизнеса. В области эффективно действует инвестсовет, однако он затрагивает в основном работу крупных и средних предприятий. А вот владельцы небольших магазинов, кафе, парикмахерских также требуют внимания. Ведь это люди, которые создают рабочие места и формируют налоговую базу муниципалитетов. Поэтому, опираясь на опыт инвестиционного совета, предлагается создать новую форму взаимодействия – деловые советы. Оперативно собираться на площадке «Единой России», на партийной площадке, на площадке приемных, встречаться с бизнесом, решать те вопросы, которые коллеги ставят. Если эти вопросы требуют региональных каких-то решений, опять же, через партийный механизм мы их вполне можем выносить и ко мне, и на рассмотрение областной думы, в общем-то, да, совершенно спокойно. Если это федеральные вопросы, тогда у нас есть проект «Локомотивы роста». Андрей Никитин подчеркнул, что важно избежать бюрократизации этого проекта, сделать его гибким и доступным для каждого предпринимателя. А на должность куратора рассматривается кандидатура Вероники Мининой. Предприниматель Татьяна Богданова осваивает уникальный рынок. Ее авторские игрушки уже разлетаются по свету. А окончательно встать на ноги и развить свое дело ей помог гранд-фонда развития креативной экономики. Это Анфим, символ образования в Великом Новгороде. Зайка с росписью новгородской. И очень полюбившийся домовенок, который у нас выходит в больших размерах и маленькие подвески. Все эти персонажи – герои новгородской коллекции кукол. Кстати, с домовят, которых здесь больше всего, и началась история Татьяны Богдановой. Семь лет назад, сейчас то время кажется совсем другой жизнью, Татьяна начала шить и потихоньку создавать игрушки. Благо в декрете на это было время и силы. Отточив навык, помимо детей, у Татьяны их уже трое, куклами заинтересовались и совершенно незнакомые люди. И первым заказом от них был домовенок на новоселье. Я занималась очень много разнообразным всяким рукоделием. Вышивала, шила. И однажды муж сказал, хватит, уже у нас все забито. Давай-ка, делай это либо для продажи, либо не делай вообще. И вот он купил мне много материалов новых. И вот так вот я начала. Домовят на заказ Татьяна шила в кухне на старенькой швейной машинке. Сегодня у нее уже свой собственный кабинет. Можно сказать, даже цех. И разнообразие изготавливаемых вручную игрушек поражает. Все они выполнены в специальной технике тонирования. Татьяна сама придумывает дизайн, шьет им наряды и делает макияж. Теперь это ее основная работа. А все затраты оправданы. Швея вышла на новый уровень. Настал тот момент, когда я уже поняла, что дело свое нужно уже оформлять официально. И расти дальше, иначе не будет вот этого прогресса, дальше развития. И меня подтолкнуло к этому в большей степени то, что я знала про грант креативной экономики. Что это очень хорошая помощь. 300 тысяч рублей – это хороший старт для начала именно деятельности уже официальной. Средства гранта пошли на приобретение дополнительного оборудования и создание сайта, чтобы продвигать товар по всему миру. А также на брендирование игрушек. Помимо эксклюзивных наклеек, Татьяна решила создать вкладыши с краткой информацией о Великом Новгороде. Чтобы покупатели из других городов и стран знали о такой точке на карте, как древний город на северо-западе. Кстати, с недавних пор, благодаря в том числе и поддержке Фонда креативной экономики, куклы буквально разлетаются по всей планете. Особой популярностью они пользуются в Америке и в Израиле. Анна Кладникова, Андрей Константинов. Новости. Новгородское областное телевидение. Сегодня на площадке Общественной палаты Новгородской области открылся штаб общественного наблюдения за выборами 2021. Основная его задача – подготовка наблюдателей к работе на избирательных участках в единый день голосования в сентябре. Первоочередная задача этого штаба – подготовка общественных наблюдателей к грядущим осенним избирательным кампаниям в региональные и федеральные парламенты. Набор добровольцев начнется со дня на день. Причем пройти обучение смогут не только независимые наблюдатели, но и представители партии. Такая масштабная подготовка к организации отслеживания выборов, совместная работа Общественной палаты России и независимого общественного мониторинга. Независимое наблюдение зарекомендовало себя еще со времен проведения голосования по поправкам в Конституцию. Парламентские выборы на данном этапе уже вызывают много кривотолков, что лишний раз подтверждает значимость предстоящей избирательной кампании. Если несколько лет назад это был скорее статичный инструмент, то в настоящее время институт наблюдения на выборах стремительно превратился в мощный аргумент против провокаций и перегибов на местах. Участники общественного штаба будут следить за всеми этапами избирательной кампании. Не только за процессом голосования и обработкой бюллетеней, но и за стадией подготовки к выборам, регистрацией кандидатов, проведением агитационной кампании, дебатов, информирований граждан. Отметим, в обучении наблюдателей и работе штаба общественникам помогут представители власти, например, региональный избирком и уполномоченный по правам человека. Принцип открытости и гласности при проведении выборов – это основополагающий принцип. И немаловажную роль в этом играет, конечно, наблюдение, наблюдатели и, конечно, общественное наблюдение. Уполномоченный готов поучаствовать в этом делу с удовольствием, поработать, если надо будет. Какие-то, может быть, рассказать им о роли уполномоченного, в том числе и посмотреть по правам человека, что могут возникнуть, какие-то особенности в ходе избирательных баталий. Планируется, что штаб будет работать до момента официального утверждения результатов выборов, то есть примерно до конца сентября. Также общественники обращают внимание, что их штаб неизбирательный и он не имеет никакого политического окраса. Череда огненных происшествий продолжается в Великом Новгороде. Сегодня в центре около торгового дома «Русь» вспыхнул автомобиль Mitsubishi Outlander. Возгорание потушили оперативно прибывшие пожарные. Владелец иномарки не пострадал. Кадры внезапно полыхнувшего автомобиля запечатлели случайные свидетели ЧП на камеры мобильных телефонов. Машина была припаркована у обочины дороги. На момент прибытия пожарных языки пламени и густой черный дым вырывались из-под капота. Тушение пожара заняло несколько минут. Соседние автомобили не пострадали. Причину ЧП установят эксперты. Напомним, это уже третье возгорание автомобилей на улицах нашего города за последний месяц. По случайному или нет совпадению горели именно иномарки. Судебные приставы напомнили новгородцам о долгах. Акция вышла разноплановая. В первой половине дня провели горячую линию, где ответили на все интересующие вопросы. А после обеда пошли в народ в прямом смысле слова. Самый простой и быстрый способ вычислить неплательщикам – пробить номер машины в специальной базе данных. Это занимает меньше минуты. Номер вбиваем и, соответственно, проверяем по собственнику, по фамилиям и отчеству должника наличие производства. Среди владельцев машин, припаркованных у гипермаркета «Лента», должник каждый четвертый. Суммы, как правило, небольшие, вот и забывают о них люди. Или считают, что незначительный штраф или просроченный налог погоды не сделают. В итоге набегают немыслимые цифры. Только по штрафам ГИБДД в прошлом году приставами было взыскано более 60 миллионов рублей. Общая же задолженность новгородцев давно перевалила за миллиард. В основном суммы – это коммунальные платежи, штрафы, выданные соответствующими полномочными органами. Налоговые платежи, есть и кредитные задолженности. Вычислив владельца должника, участники рейда оставляют на лобовом стекле автомобиля памятку под названием «Стоп-долг» и номера телефонов, по которым необходимо связаться с судебными приставами. К слову, сейчас пока еще действуют ограничительные меры. Получить всю информацию и оплатить задолженность без дополнительных штрафных санкций можно дистанционно. В личном кабинете, на сайте ФССП или через госуслуги. Ну а если злостный неплательщик предпочитает не заметить предупреждения, в следующий раз рискует увидеть не памятку, а постановление об аресте транспортного средства. 40 дней назад не стало Владимира Дмитриева, главного редактора возрожденной газеты «Новгородские ведомости», который возглавлял ее 17 лет. Сегодня его с теплом вспоминают коллеги, для многих из которых он стал наставником и настоящим другом. Наталья Хмелева побывала сегодня в редакции главного печатного издания региона. Читателям газеты «Новгородские ведомости» на счастье. То есть не успехов, а на счастье. Значит талисман. 2000 год. Владимир Владимирович Путин. Подпись брал, я так понимаю, Владимир Николаевич. Да, Владимир Николаевич. Это встреча главных редакторов с новым президентом. Вот смелый человек подошел. Хочу автографа, пожалуйста. И, видимо, талисман работает. Раз с того дня прошло уже больше 20 лет, а газета по-прежнему радует читателей. Но эта заслуга не только подписи главным, а берегом и издания и всего коллектива был все-таки сам Владимир Дмитриев. Не просто главвред, а человек с большой буквы, которого здесь любили и любят, несмотря на то, что уже никогда не зайдет он в редакцию и не спросит. Просто по-человечески. Как дела? Я вот помню, когда я там 20 лет назад почти пришел сюда еще просто журналистом-корреспондентом, у меня такого никогда не было на моей памяти, чтобы мне каждый день звонил редактор, спрашивал, у тебя все хорошо, тебе ничего не надо. Я вот был очень удивлен. И такое отношение было ко всем. Нередко вспоминают коллеги, Владимир Дмитриев буквально жил проблемами своих сотрудников. Помогал чем мог. Найти врача, организовать обучение, помочь с работой журналистам в трудные 90-е. А историю с украденным кошельком здесь помнят до сих пор. Он заметил, что человек расстроен, спрашивает, а что случилось? Он говорит, да вот я вот такая ворона, вот как я так сумку открытую ставила, кошелек вытащили. Он выписал денежку, пусть, конечно, не зарплату, а как раз только зарплату получили. Но, по крайней мере, чтобы человек смог дожить до следующих платежей. О героине этой истории вот она, Валентина Спиридонова. С Владимиром Николаевичем она работала с первого дня возрождения новгородских ведомостей. Она помнит и первый выпуск 29 декабря 1990 года, и трехтысячный в 2007, и пятитысячный, несколько месяцев назад. Как было сложно практически с нуля создавать газету, и как поотечески заботливо, несмотря на все трудности, пестовал коллектив главный редактор. Владимир Дмитриев не только смог, как сейчас говорят, раскрутить издание, но и сделал все возможное для комфортной работы всего коллектива. От корреспондентов до тех персонала. Он настолько к нам как-то был, это не доброжелательность, это вот именно отношение от какой-то хорошей души. Вот прям вот, девчонки, подойдет, вы мне молодцы, вы прям, что б я без вас делала, вот серьезно, вот так вот было. Никогда не забывала спросить, как настроение, как дела. Прям даже в кабинет вызывают. И так расспрашивают, еще так вот сядет, что ты хочешь рассказать все, вот как вот сейчас, вы видите. А как часто Владимир Николаевич помогал молодым сотрудникам? Немало было сделано и для районных изданий, когда Владимир Дмитриев возглавлял дирекцию печатных СМИ. Сделал все, чтобы по возможности из каких-то аварийных зданий редакции смогли переехать в более комфортные условия, пусть поменьше площадью, но более комфортные, чтобы было тепло, чтобы была вода, чтобы был туалет не на улице за три километра. Такой вот человек. Его не стало 2 января на 65-м году жизни. Давняя болезнь оказалась сильнее, но в памяти редакционной семьи он останется навсегда. В памяти и в последнем прощании от коллектива на страницах той самой газеты, которой Владимир Дмитриев отдал с 17 лет своей яркой жизни. Наталья Хмелева, Олег Федоров, Новости, Новгородское областное телевидение. В Старой Руси стартовал год Федора Михайловича Достоевского. Событие приурочено 200-летию со дня рождения классика. Максим Широковский отправился в пресс-тур в город Наполистии, чтобы узнать детали программы. Культурная составляющая праздничной программы, как и полагается, началась в доме семьи писателя. С открытия новой для музея выставки Достоевский в работах художников-иллюстраторов. На бумаге графические отрывки из произведений классика и его портреты. Экспозиция скромная, чуть более полусотни работ. Но ведь это только начало года Достоевского. Впереди десятки интереснейших мероприятий. Традиционные международные чтения, конференции и театральный фестиваль, а также выставки, экскурсии и квесты. Будут и новые форматы. В сентябре в Старой Руси пройдет литературный фестиваль, участниками которого станут не только поклонники творчества Достоевского. Это будут поэты, писатели, литературные критики. И они будут обмениваться мнениями, впечатлениями. То есть все это будет способствовать формированию такой вот творческой группы людей, которые могут высказать свой взгляд на современный литературный процесс уже через призму творчества Достоевского. Кроме писательского дома, площадкой для проведения праздничных мероприятий в Старой Руси станет музей романа «Братья Карамазовы». Он появился всего три года назад, но уже стал местом притяжения для поклонников творчества классика. Еще бы, тут не только попадаешь в атмосферу самого произведения, но и вообще в эпоху конца 19 века. Кстати, отмечать 200-летие со дня рождения Федора Михайловича будут и в других городах области. Выставки пройдут в Великом Новгороде и даже в Чудове. Городе, который больше ассоциируется с Некрасовым, чем с Достоевским. Но и тут есть своя связь. Некрасов первый, кто оценил огромный талант Достоевского. А мы и по сей день стараемся их дружеские отношения сохранять. Они между собой, а мы и с музеем Достоевского. И поэтому 1 марта у нас открывается выставка в выставочном зале музея Некрасова, Достоевский и Некрасов. В этом году свои экспозиции музей-заповедник не планирует обновлять новыми предметами, связанными с Достоевским. Но, например, убранства комнат дома писателя вполне хватит, чтобы понять, в каких условиях, пусть не долгий период, но жил и творил классика. Всего в мире 8 музеев Достоевского. 6 находятся в России, 2 за границей в Казахстане и Белоруссии. Но именно Старая Русса как нельзя лучше подходит для проведения мероприятий, посвященных 200-летию со дня рождения классика. Как и во времена Достоевского, этот город – тихий русский уголок, вдали от городской суеты. Что пойдет только на руку тем, кто хочет понять творчество и личность Федора Михайловича. Учитывая изменчивую эпидемиологическую обстановку, организаторы года Достоевского пока точную программу празднования не публикуют. Но за ближайшими событиями уже можно следить. Например, на сайте Новгородского музея-заповедника. Из Старой Руссы Максим Широковский, Олег Федоров. Новости. Новгородское областное телевидение. Уже в эту субботу вся Россия встанет на лыжи. Самый массовый зимний старт намечен в этом году на 13 февраля. В Великом Новгороде уже началась регистрация участников. Вы на регистрацию? Да. Присаживайтесь. На какую дистанцию вы хотели бы пройти? Наверное, два хватит. Это запись не на центральный, а на городской лыжный старт. Первый состоится в Акуловке, второй в Шолохове. Но оба в субботу, 13 февраля. Что касается городского этапа, то для Великого Новгорода он уже 16-й. Судя по тому, что запись только стартовала, а желающие идут один за другим, популярности он не теряет. Конечно, каждый год участвую. Я так понимаю, что перед нами чемпион стоит, да? Судя по блеску в глазах, да? Нет, но позапрошлом году вторым был у нас в нашей группе 60+. Там сильные Лишенков, Валентин, Акроновцы, Григорьев, Александр, Алексеев, Геннадий. Ну вот между собой мы и боремся. Молодежь тоже ждут. Коронавирус пока еще с нами, а потому организаторам пришлось изменить некоторые условия проведения. Например, награждать победителей будут по завершении каждой дистанции. В этом году их 9. На 300 метров для детей до 6 лет включительно. На 1 километр для разных возрастов, в том числе для группы активной долголетия. На 2 и на 4 километра. Есть из чего выбрать. Но тут есть еще одно противокоронавирусное новшество. Программа составлена с учетом раздельных стартов. И всем участникам рекомендуется зарегистрироваться в период с 10 по 12 февраля и прибыть непосредственно на лыжную трассу ко времени своего старта. Узнать точное время и как подать заявление можно в Управлении по физической культуре и спорту администрации Великого Новгорода с 2 до 5 часов вечера. Адрес улицы Черемного-Конюхова, дом 8. Запись на участие закончится в пятницу вечером. Больше информации можно получить на сайте мэрии или по телефону 500-282. В Великий Новгород съехались сильнейшие художественные гимнастки со всего северо-запада. Традиционно областной центр принимает окружный чемпионат. Татьяна Баркова побывала на турнире, где царят красота и грация. 22-летняя Александра Семенова – гимнастка в третьем поколении и заслуженный мастер спорта. Опыт в этом деле у нее, не поверите, 20 лет. У меня мама тренер, бабушка тренер. Ну и я родилась, загнулась сразу же пополам. И решили, что надо мне отдавать гимнастику. За разминкой Александры наблюдает мама. Она же тренер спортсменки и ее главная поддержка на чемпионате. Выложиться нужно на все 100, ведь из почти 50 участниц только 6 в конце февраля отправятся на Всероссийский чемпионат в Москву. За каждую из участниц во время выступления следят сразу 20 судей с разных сторон зала. Даже маленький недочет будет подмечен зорким глазом опытных спортсменов и тренеров. Все оцениваем строго. Оценивается и исполнение, и сложность, и артистичность. Вот остальные три критерия. Участницы съехались на соревнования со всего Северо-Запада. Уже завтра будут известны имена победительниц. Татьяна Баркова, Олег Федоров. Новости. Новгородское областное телевидение. У меня на сегодня все. Напомню, что поделиться интересной информацией вы всегда можете по телефону нашей редакции 70-30-03. Темы для сюжетов и предложения мы также принимаем в соцсетях, а все материалы и выпуски оперативно появляются на нашем ютуб-канале Новгород ТВ Ньюс. Впереди реклама и прогноз погоды. Я прощаюсь с вами и желаю хорошего вечера. Субтитры создавал DimaTorzok